Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы с вами сегодня начинаем изучение предметов по коррозии материалов. Наша сегодняшняя первая лекция, значит, это посвящена темой которой является введение функции науки в виде коррозии. Значит, лекции мы проводим по следующему плану. Первое. Функция науки. Второе. Концепция коррозии. И третье. Виды коррозии. Материалы из металлов под химическим или электрохимическим воздействием окружающей среды подвергаются разрушению, которое называется коррозией. Коррозия металлов вызывается окислительно-восстановительными реакциями, в результате которых металлы переходят в окисленную форму и теряют свои свойства, что приводит к негодности металлических материалов. Значит, можно выделить три признака, характеризующих коррозию. Коррозия – это с химической точки зрения процесс окислительно-восстановительный. Коррозия – это самопроизводный процесс, возникающий по причине неустойчивости термодинамической системы металл, компоненты окружающей среды. Коррозия – это процесс, который развивается в основном на поверхности металла. Однако, не исключено, что коррозия может проникнуть и вглубь металла. Основные виды коррозии металлов Наиболее часто встречаются следующие виды коррозии металлов. Первое – равномерное, значит охватывает всю поверхность равномерно. Она разделяется на неравномерное и избирательное местное. Пятнами коррозируют отдельные участки поверхности. Следующее – язвенное, или их мы называем питингем. Следующее – точечная коррозия. Следующий вид коррозии – мискристаллитная. Это распространяется вдоль границ кристалла металла. Следующее – коррозионные растрескивания, или растрескивающая коррозия. Следующее – поверхностная. Значит, в этом рисунке изображено несколько видов коррозий металлов. Значит, первое – равномерное, второе – неравномерное, третье – глубинное и так далее другие. С точки зрения механизма коррозионного процесса, можно выделить два основных типа коррозии – химическую и электрохимическую. Химическая коррозия металлов – это результат протекания таких химических реакций, у которых после разрушения металлической связи атомы металла и атомы, входящие в состав окислителей, образуют химическую связь. Электрический ток между отдельными участками поверхностного металла в этом случае не возникает. Такой тип коррозии присущ средам, которые не способны проводить электрический ток. Это газы, жидкие, не электролиты. Химическая коррозия металла бывает газовой и жидкостной. Газовая коррозия металлов – это результат действия агрессивных газовых или паровых сред на металл при высоких температурах при отсутствии конденсации влаги на поверхности металла. Это конденсации, например, кислород, диоксид серы, сероводород, пары воды, галогены и т.д. Такая коррозия в одних случаях может привести к полному разрушению металла, если металл активный, а в других случаях на его поверхности может образоваться защитная пленка, например, алюминий, хром, сирконы. Жидкостная коррозия металла может протекать в таких неэлектролитах, как нефть, смазочные масла, керосин и другие. Этот тип коррозии при наличии даже небольшого количества влаги может легко приобрести электрохимический характер. При химической коррозии скорость разрушения металла пропорциональна скорости химической реакции и той скорости, с которой окислитель проникает сквозь пленку оксида металла, покрывающую его поверхность. Оксидные пленки металлов могут проявлять или не проявлять защитные свойства, что определяется сплошностью. Сплошность этой такой пленкой оценивает величины фактора пилинга Бедварса, алфа которой равен В, акислитель разделен на его металл. По отношению объема образовавшегося оксида или другого какого-либо соединения к объему, израсходованного на образование этого оксида металла. Значит, алфа равен В, акислительной формы, разделен на В металл. Это тоже равен М ок. Ро, значит металл, разделен на Н, умножен на А металл, умножен на Ро окислителя. Где В объем образовавшегося оксида, В объем металла, израсходованного на образование оксида, МО, малярная масса образовавшегося оксида, Ро металл, плотность металла, Н, число атомов металла, АМЕ, атомная масса металла, и Ро, оксида, плотность образовавшегося металла. Оксидные пленки, у которых алфа меньше единицы, не являются сплошными, из скользных кислород легко проникают к поверхности металла. Такие пленки не защищают металл от коррозии. Они образуются при окислении кислородом щелочных и щелочноземельных металлов, исключая бериллия. Оксидные пленки, у которых единица меньше алфа, меньше два с половиной, являются сплошными или способны защитить металл от коррозии. При значениях алфа больше два с половиной, условия сплошности уже не соблюдается, вследствие чего такие пленки не защищают металл от разрушения. Значит, в следующем таблице представлены значения алфа для некоторых оксидов металлов. Второй вид коррозии – электрохимические коррозии металлов. Это процесс разрушения металлов в среде различных электролитов, которые сопровождаются возникновением внутри системы электрического тока. При таком типе коррозии атом удаляется из кристаллической решетки. В результате двух сопрожженных процессов – анодного металлов в виде ионов – переходит в раствор, и катодного, образовавшиеся при анодном процессе – электроны связываются с деполяризатором, значит, это вещества окислителя. Сам процесс отвода электронов с катодных участков называется деполяризацией, а вещества, способствующие отводу деполяризаторами, наибольшие распространенные имеют коррозии металлов с водородной и кислородной деполяризацией. Водородная деполяризация осуществляется на катоде при электрохимической коррозии в кислой среде. Значит, приведена, значит, уравненная реакция, значит, водородная деполяризация следующим образом. Сперва, значит, идет разряд водородных ионов, значит, образуется гидроксионный ион и выделяется молекулярный водород и образуются молекулы воды. Кислородная деполяризация осуществляется на катоде при электрохимической коррозии в нейтральной среде. Значит, кислород, принимая, значит, 4 электрона, переходит, значит, в восстановление растворенного кислорода и образуется, значит, гидроксионный ион. Все металлы по их отношению к электрохимической коррозии можно раздать на 4 группы, которые определяются величинами их стандартных киэлектродных потенциалов. Активные металлы, значит, высокая термодинамическая нестабильность, это все металлы, находящиеся в интервалах щелочных металлов, значит, и до кадмия, значит, электродный потенциал равен 0,4 О. Их коррозия возможна даже в нейтральных водных средах, в которых отсутствует кислород или другие окислители. Металлы средней активности, это термодинамические нестабильные металлы, располагаются между кадмием и водородом, электродный потенциал, который нормальный, электродный потенциал, который равен на 0 В. В нейтральных средах в отсутствии кислорода не коррадирует, но подвергается коррозии в кислых средах. Малоактивные металлы, значит, промежуточная термодинамическая нестабильность, находятся между водородом и рудоем, значит, нормальный электродный потенциал равен плюс 0,8 О. Они устойчивы к коррозии в нейтральных и кислых средах, в которых отсутствует кислород или другие окислители. Благородные металлы и высокая термодинамическая стабильность золота, платина, иридий, палладий могут подвергаться коррозии лишь в кислых средах при наличии в них сильных окислителей. Электрохимическая коррозия может протекать в различных средах. В зависимости от характера среды выделяют следующие виды электрохимической коррозии. Коррозия в растворах электролита, в растворах кислот, основанной, солей в природной воде. Атмосферная коррозия В атмосферных условиях и в среде любого влажного газа это самый распространённый вид коррозии. Например, при взаимодействии железа с компонентами окружающей среды, которые его участки служат анодом, где происходит окисление железа, а другие катодам, где происходит восстановление кислорода. Значит, на аноде протекает окисление железа, значит, атом железа, отдавая два электрона, переходит на плюс два заряженные ионы железа. На катоде кислород, принимая четыре электрона, образуются молекулы воды. Катодом является та поверхность, где больший приток кислорода. Почвенная коррозия В зависимости от состава почв, а также её аэросии, коррозия может протекать более или менее интенсивно. Кислые почвы наиболее агрессивны, а песчаные наименее агрессивными являются. Аэросионная коррозия возникает при неравномерном доступе воздуха к различным частям материала. Морская коррозия протекает в морской воде в связи с наличием в ней растворённых солей, газов и органических веществ. Следующий значок биокоррозия возникает в результате жизнедеятельности бактерий и других организмов, вырабатывающих такие газы, как углекислый газ, сероводород и другие, способствующие коррозии металла. Электрокоррозия происходит под действием блуждающих токов на подземных сооружениях в результате работ электрических железных дорог, трамвайных линий и других агрегатов. Значит, уважаемые студенты, значит, ниже мы вам привыкли к видео, значит, литературу, которой необходимо вам пользоваться, значит, вы можете пользоваться из этих литератур, и, значит, увеличить объём знаний по материалам коррозии. Значит, спасибо за внимание, до свидания, до следующего занятия. Субтитры создавал DimaTorzok